Всем привет, друзья! Итак, решил записать для вас небольшой коротенький ролик, то есть показать, чем я обслуживаю цепь. Может быть, кому-то из вас будет интересно. Мне также интересно будет узнать, чем вы обслуживаете цепь. То есть я для себя решил следующее. Точнее, сначала я купил себе дорогое средство, вот такое. Есть этого средства большой баллон и есть маленький. То есть маленький баллон этого средства можно заправлять от большого. Это очень удобно, если вы едете куда-нибудь в путешествие. То есть положили в бардачок и забыли. То есть понадобилось, достали, смазали цепь и все отлично. Поэтому для дума я себе купил вот для чистки. Петролиум, это по сути ламповый керосин и трансмиссионное масло SAE80. Кстати, это масло рекомендовано в мануале Honda. То есть там написано, если нет у вас специального, используйте это. Поэтому я так подумал, если я нахожусь дома, в домашних условиях, где я могу удобно воспользоваться вот этим подкатиком, то буду мазать исключительно им. Зачем фигней страдать и использовать дорогое средство. А дорогое средство я буду использовать исключительно в путешествии. Так, давайте покажу, что я тут намазал, что получилось. Ну я особо не чистил, потому что в принципе я обслуживал цепь 700 километров назад. Но почему я решил ее сегодня еще раз обслужить, я знаю, это мало, тем более учитывая, что дождей не было. И грязи особо тут нету. Но я думаю, все равно, сейчас на днях у нас обещали погоду, не очень дожди. Поэтому думаю, пусть она лучше будет намазанная с этим, с небольшой пленочкой масло, чтобы не заржавело. Лишним не будет. Я особо ее там не вычищал, там особо чистить не было. Поэтому ладно, пусть будет. Так, кто знает, может быть в выходные опять я уеду. Кстати, я вот как мотоцикл этот забрал, а когда это было 27 числа прошлого месяца, я на выходных дома еще не находился. Я все время куда-то уезжал, то к дочери, то вот на прошлых выходных я уехал в Прагу. Все выходные там проторчал, вчера вернулся. Нет, позавчера, вчера понедельник был. Поэтому дома мне теперь на выходных с этим красавчиком вообще не сидится. Адский аппарат. Я прям вот вообще мега доволен. Проехал я на нем уже за 20 дней, грубо говоря, 3,5 тысячи километров. Я вот смотрю видосы, да, кто там, ребята, покупает китайские мотоциклы. И там проехали, вот, 5 тысяч километров уже старичок. Я так думаю, ребята, это что, блядь, одноразовые мотоциклы, что ли? Один раз съездил, и уже все, мотоцикл менять надо. Ну, поэтому, да, как-то так. Давайте я вам еще раз покажу свой мопед. Дуги вот сбоку смотрятся, они вообще обалденно, брутально. То есть, кстати, отрабатывают свою функцию на ура. Сверху, конечно, когда вот сидишь на месте райда, и вот это утолщение, оно бросается в глаза, и немножко непривычно взорвый как-то. Ну, со временем привыкаешь и не обращаешь внимания. Я уже, в принципе, привык, мне нормально. То есть, как они отработали, покажу. Вот. Вот небольшая царапинка на грузике. Здесь, блин, ну сейчас тут солнце неудачно. Ну, тоже так, небольшая царапинка, такая же, как на грузике. Ну, и, собственно, вот эта штука у дуг, ну, это как бы нормально, ничего страшного. И вот здесь вот краска немножко снизу где-то покослась. И, кстати, вот эти вот, здесь вот еще были такие штыри у подножек. Вот у этой с правой стороны его вырвало немножко. Поэтому я с обеих сторон снял, чтобы было симметрично, как бы. Ну, и пофигу. О, блин, сейчас покажу. Вот, видите, как его выломало. Надеюсь, видно. Может быть, потом когда-нибудь заменю какие-нибудь другие поставлю. Ну, пока мне, в принципе, все устраивает. Так. Ну, в общем, все, ребят. Я, в принципе-то, хотел вам показать только, как я смажу цепи. Ну, не как мажу, а вообще чем мажу эту цепь. Поэтому, ладно, ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Кто этого еще не сделал за качество видоса, конечно, прошу прощения. Снимаю его с телефона, потому что спонтанно GoPro у меня с собой нет. Вот такие вот дела. Ладно, всем, всем пока. А с вами был нетипичный спортбайкер в Вилле. Давайте.